Кто выйдет в плей-офф Чемпионата Мира? Матчи в группах А и Б состоятся 29 ноября. Катар – первая страна, потерявшая шансы на выход в 1-8 финала. В последнем туре хозяева турнира встречаются с голландцами. Команде Луи Ван Галла достаточно не проиграть в заключительном туре, у них станет 5 очков. Но чтобы гарантировать первое место, лучше победить. Шансы на второе место сохраняют Эквадор 4 очка и Сенегал 3 очка. Загвоздка в том, что эти сборные сыграют между собой. Расклад очень прост. Выигрыш выведет победителя в матче плей-офф. Эквадор устроит ничья, так как они имеют преимущество в 1 очко. В группе А сборная Англии не сумела досрочно обеспечить путевку в следующий круг. 4 очка. Ей предстоит в последнем туре сойтись с Уэльсом, у которого 1 балл. Англичан устроят любой результат, даже поражение, при условии, что валийцы не превзойдут их по разнице мячей. На данный момент у команды Саутгейта плюс 4, у соперника минус 2. Напомню, что место команды определяется следующими параметрами. Количество очков, затем разница голов, а если это не поможет, тогда количество забитых голов. Во втором матче ожидается интересная встреча между Ираном и США. Если иранцы выиграют, то и соединятся к участникам 1-8 финала. Если будет ничья, а Уэльс одолеет Англию, то у трех сборных будет по 4 очка. Тогда нужно будет смотреть второй параметр, разницу голов. Американцам, в свою очередь, необходима только победа. Тогда они наберут 5 баллов и не будут зависеть от параллельной игры. Таким образом, если голландцы окажутся первыми, то в 1-8 финала сыграют со второй командой группы Б. Победитель этой группы, скорее всего, Англия встретится с Сенегалом или с Эквадором. Последние матчи в группе С и Д состоятся 30 ноября. Больше лидер третьего квартета. 4 очка. Ей предстоит сложный матч с Аргентиной, которая идет второй и зла, как раненый зверь. 3 очка. У поляков преимущество, поскольку им, кроме победы, хватит и ничьи. 5 очков. У Аргентины два варианта, победа или ничья. Во втором случае она наберет 4 очка. И тогда нужно будет надеяться на поражение Аравии в параллельном матче и спорить с Мексикой по разнице голов. Саудовская Аравия на 2 очка опережает будущего соперника Мексику. Если Аравия победит, то ей не важно, как сыграют поляки и аргентинцы. Азиаты выйдут в плей-офф. 6 очков. Ничья сильно запутает ситуацию. 4 очка. Тогда нужно будет ждать поражение Аргентины. В Мексике необходима только победа. У нее здесь самая сложная ситуация. В четвертой группе Франция первой обеспечила выход в следующий раунд. Остается одна вакантная путевка. Сложнее всего будет Тунису, которому предстоит очный матч с действующими чемпионами. Им нужно обязательно побеждать. 4 очка. Также должны сойтись расклады в параллельной игре. Допустим, Австралия и Дания должны сыграть в ничью. Что нужно этим двум командам? Австралийцы выше на 2 очка. Их устроит даже ничья, если не победит Тунис. 4 очка. Дании необходимо побеждать и ждать результата параллельной игры. 4 очка. Победитель группы Франция выходит на вторую команду группы С. А обладатель второго места сыграет с лидером этого же квартета. Матчи в группах Е и Ф состоятся 1 декабря. Первая Испания сыграет со второй Японией. Победа любой из команд будет означать выход в 1-8 финала. Ничья поспособствует выходу двум сборным, если Коста-Рика и Германия сыграют в ничью. Задача Коста-Рики сложнее. Победа над Германией – это гарантия выхода из группы 6 очков. Ничья приведет к сравнению дополнительных параметров, которые у костариканцев намного хуже. Разница голов в минус 6. Германия должна побеждать и молиться на поражение японцев в 4 очка. Если японцы сыграют в ничью, у команд будет по 4 очка. Тогда выйдут немцы, потому что они, скорее всего, будут иметь положительную разницу в мячей. В четвертой группе Канада не может претендовать на выход. Ей предстоит матч со сборной Марокко, у которой 4 очка. Африканцам главное не проиграть, и тогда они в 1-8. Но и поражение им поможет, если у европейских конкурентов будут хуже показатели. Хорватия сыграет с Бельгией. Шашечных устроит ничья. Они наберут тогда 5 очков. Бельгийцам лучше победить 6 очков. В случае ничьи нужно надеяться на поражение Марокко. У команд будет по 4 очка, и тогда будут смотреть дополнительные показатели. Вы уже поняли, что испанцы в случае победы сыграют со второй командой соседней группы, и наоборот. Матчи группы G и H пройдут 2 декабря. Бразилия в 1-8 финала. Ее ждет встреча с Камеруном, у которого 1 очко. Африканцам, чтобы обойти Швейцарию, нужна победа. 4 очка. На мой взгляд, судьба второй путевки решится в матче Швейцарии и Сербии. У красных преимущество. Их устроит ничья, если показатели Камеруна будут хуже. 4. Сербы должны только побеждать и надеяться, чтобы не проиграла Бразилия. Иначе сербы и камерунцы наберут по 4 очка и будут спорить подоб показателям, который у балканцев сейчас хуже. В 8-й группе тоже известен участник плей-офф. Португалия набрала 6 очков и стала недосягаемой. Ей предстоит матч с Южной Кореей. В этой группе ситуация похожа на предыдущую. Корейцам и уругвайцам нужны победы. Они наберут по 4 очка. Гане достаточно удержать ничью. Главное, чтобы Португалия не уступила 4 очка. Итак, Бразилию ждет вторая команда группы H, а Португалию вторая в группе G. Друзья, кто это будет по вашему мнению? Поставьте класс. Благодарю вас за пожертвования в поддержку канала. Кто 50, кто 100. Очень приятно. Услышимся. Продолжение следует.